Тщательное исследование древней Саккары в Египте. Привет, это Брайан Фойерстер, и сегодня мы вернулись в Египет не для исследования Великой Пирамиды, а на самом деле, чтобы увидеть Саккару, которая покрывает огромную территорию. Это знаменитая ступенчатая пирамида Джосера, и это, вероятно, первая попытка династических египтян построить Большую Пирамиду. Но что вы думаете об этой шахте, вырубленной в твердой скале, одна из многих в этом месте, в Саккаре, и это, вероятно, додинастическая конструкция, сделанная мастерами-строителями, потому что мы также находим такие же на территории Гизы, где расположены Великие Пирамиды. Так что меня не интересует династический период, хотя это великолепная история Древнего Египта. Я же ищу примеры утраченных древних высоких технологий и следы катастрофических повреждений. То, что мы видим здесь, представляет собой очень твердые каменные поверхности, которые, похоже, не обязательно подвергались вандализму, но, скорее всего, стали жертвами какого-то массивного катаклизма. Вы можете заметить, что на некоторых из этих поверхностей есть следы очень странного выветривания, похоже на то, что камни подверглись мощному тепловому воздействию, они просто стали жертвой вандалов, хотя, конечно, впоследствии они использовались в качестве карьеров, в династические времена, а также в римские времена. Но что же случилось с этой маленькой пирамидой? Это не были просто люди, которые брали молотки и пытались её разбить. Это выглядит так, как будто она была поражена высокой температурой. И мы увидим много других примеров этого, которые подтверждают теорию доктора Роберта Шока о том, что был выброс плазмы с Солнца, который нанёс удар по определённым частям Земли, около 12 тысяч лет назад. Поэтому, когда вы смотрите на верхний слой почвы, вы видите, что он оранжево-коричневатый. Вот что происходит с известняком, когда на него воздействует очень высокая температура. А вот ещё пример изменения цвета поверхности. И опять же, как эта маленькая пирамида, которая была построена безуторизненно, каким образом она была так сильно повреждена. Моя теория, и она подтверждается следами от ожогов, которые вы видите на поверхности известняка, заключается в том, что это и другие пирамиды были поражены Солнечной плазмой около 12 тысяч лет назад. А затем, позже, они были найдены династическими египтянами где-то около 5 тысяч лет назад. Итак, давайте зайдём внутрь пирамиды Униса. Унис был фараоном. Вполне возможно, что он был похоронен в этой пирамиде, но он и его люди не строили её. Стены в этом случае кажутся гранитными с левой и с правой сторон. А также крышка или потолок и этот гранит должны были доставить сюда из места, расположенного по крайней мере в 500 милях отсюда, а именно из карьера в Усуане. И здесь стены снова кажутся гранитными. Если это использовалось для прочности, что возможно. Однако, также это могло быть сделано и для энергетических целей, о чём я упоминал в других видео, которые я делал о Египте. А теперь мы собираемся пройти в заднюю нишу подземелья здесь, в пирамиде Униса, и взглянуть на этот действительно интригующий ящик, который некоторые люди назвали бы саркофагом. Но камень очень мелкозернистый. Это плотнозернистый гранит. И снова этот ящик должны были привезти сюда, из Усуана, который находится более чем в 500 милях отсюда. И похоже, что крышка должна была герметично закрывать этот ящик. Большую часть своего времени у династических людей были только технологии уровня бронзового века, так что они никак не могли придать этой коробке такую изящную форму. Итак, эта пирамида Униса была недавно открыта для нашего исследования. Мы были там в марте 2018 года, и теперь мы собираемся подняться обратно за её пределы и исследовать другие области Саккары. Итак, ещё раз видим пирамиду Джосера. И это может быть сооружение, построенное династическими людьми, потому что вы видите, что это относительно небольшие камни, которые сложены друг на друга. Но мне интересно, куда ведут эти лестницы? Кажется, они уходят куда-то под землю. Может быть, они соединяются с древней системой туннелей, которая, как говорят, проходит не только здесь, но и под всем огромным плато Гиза. Это не только область, где вы найдёте великие пирамиды, но и такие места, как Саккара, Абусир, Абураваш и так далее. И теперь мы смотрим вниз. И вы видите, что верхний уровень династический, но ниже всё это вырезано в самой скале. Итак, повторюсь, та часть, которая вырезана в самой скале, вероятно, является додинастической работой. И ещё раз предлагаю посмотреть на камень, выложенный поверх шахты, вырезанный в самой скале. А теперь мы находимся в одном из моих любимых мест в Саккаре, и оно называется Ксерапеум. Обратите внимание, что верхний слой кажется обожжённым или опалённым каким-то жаром. И вот мы попадаем в Серапеум. Это одно из самых впечатляющих мест во всём Древнем Египте из-за таинственных ящиков, на которые мы собираемся взглянуть. Это место было обнаружено археологом Мариэттом, я полагаю, в XIX веке. И долгое время до этого об этом месте ничего не было известно. Оно находится буквально под землёй. Вероятно, его нашли династические люди, но постройки, которые вы увидите, не могли быть построены династическими людьми. Во-первых, если бы в этом месте сейчас не было света, то здесь была бы кромешная тьма. И как же они смогли прорубить эту огромную систему тоннелей? На потолке нет следов копоти или чего-то подобного. И поэтому конструкция этой тоннельной системы, которая, кажется, была отремонтирована, как вы можете видеть, по следам слева, в разные периоды времени. Освещение здесь должно было присутствовать, и оно было каким-то искусственным. И хотя в это трудно поверить, но вы поверите, когда увидите, как выглядят все эти ящики. Но в некотором смысле кажется, что Серапеум представляет собой место с контролируемой атмосферой. Потому что каждый раз, когда я бываю здесь, а это было по крайней мере шесть раз, здесь всегда было около 70 градусов по Фаренгейту, или около 20 градусов по Цельсию, что является очень приятной температурой. Это не похоже на внутреннюю область Царской палаты, Великой пирамиде, внутри которой очень жарко. Итак, фишка этого места в том, что оно находится под землёй. Но вопрос в том, что это за огромные объекты, которые мы собираемся здесь увидеть, и как они были созданы, для чего они, возможно, использовались, и почему, когда Мариэтт обнаружил их, все крышки, кроме одной, были сняты. Это очень загадочное место. Итак, крышка этой коробки весит около 30 тонн, а сам короб весит 70 тонн. Так что вместе всё это около 100 тонн, и вы можете видеть отлично отполированные поверхности, действительно, дерьмовыми иероглифами на них. Учёные настаивают на том, что эта полировка и нанесение иероглифов были сделаны в одно и то же время. Но это совершенно нелепо. Очевидно, что династические люди нашли эти короба стоящими на своих местах, и в некоторых случаях решили вырезать иероглифы на некоторых из них. Опять же, камень, вероятно, прибыл либо из восточной пустыни, либо из Асуана. Также эти углубления, как вы можете видеть в стенах, больше, чем длина крышки ящика. Так что это означает, что углубления, вероятно, были сделаны для того, чтобы крышка весом 30 тонн каждая могла быть впоследствии открыта. И снова видим, что поверхность отлично отполирована, а крышка прилегает настолько плотно, что могла бы герметично закрыть этот короб. Культура бронзового века никак не могла проделать эту работу, хотя иероглифы, конечно, вполне могли быть сделаны. Но они очень грубые, и из-за зернистой природы гранита с содержанием кварца в нем, мы видим, что линии не совсем прямые. И почему эти вмятины также были заполированы? Очень странно, что первоначальные строители не сделали их идеально ровными поверхностями. Если это был какой-то резонансный ящик для высоких технологий или какой-то другой функции, то вполне может быть, что углубления были сделаны для окончательной настройки ящика, потому что акустика внутри абсолютно удивительна, и короб очень отзывчив на звук ом. Итак, опять же, иероглифы настолько грубые, что кто бы ни был ремесленником, он или она не могли даже провести прямую линию из-за зернистой природы и твердости самого кварца, который находится в материале. Но высокое качество полировки поверхности довольно удивительно. Вам, вероятно, понадобится что-то вроде алмазной пыли или порошка, чтобы иметь возможность получить подобную полированную поверхность. А теперь мы оборачиваемся и собираемся исследовать тот факт, что в Сиропелме, в Саккаре, находится более 20 таких массивных коробов. Также обратим внимание на то, что короба не только расположены в нишах, но находятся примерно в 5 футах в глубине самой ниши. Поэтому короб нужно было переместить по коридору, завернув за угол, и осторожно опустить вниз, примерно на 6 футов, или на 2 метра в саму нишу. И еще интригует тот факт, что внутреннее пространство внутри стен ниши сделано шире, видимо для того, чтобы верхняя крышка ящика могла свободно поворачиваться. Но как вы собираетесь двигать вручную 30-тонную крышку в таком узком пространстве? Итак, мы продолжаем идти по системе тоннелей, лабиринтов Сиропелма. И этот маленький коридор соединяется со вторым длинным тоннелем. В нем нет ниш, но, похоже, именно так каменные ящики транспортировались в другую систему тоннелей. И то, что мы здесь увидим, очень красноречиво говорит о том, что происходило в Древнем Египте еще до времени гинастических египтян. Объект, к которому мы приближаемся, ничто иное, как один из гигантских ящиков без крышки, и поверхность его относительно шероховатая. Так что ему придали форму, вероятно, еще до того, как он был доставлен в систему тоннелей Сиропелма. И он, как будто заперт во времени, что-то случилось здесь, в Сиропелме, что остановило всю работу. Опять же, на потолках нет опыти или чего-то подобного. Поэтому свечи, факелы и что-то подобное еще не использовались при изготовлении туннелей или при перемещении самих ящиков. Таким образом, должно было быть использовано какое-то другое искусственное освещение. И это согласуется с тем фактом, что эти коробки были сделаны с использованием высоких уровней очень передовых технологий, а в некоторых случаях технологий, превышающих наши возможности сегодня. Итак, когда мы проходим мимо незаконченного короба, который, вероятно, был бы закончен, когда его переместили бы ближе к своей нише, мы видим на заднем плане крышку, которая должна была сопровождать этот короб. Так что это говорит нам о том, что сначала к нише перемещалась коробка, а затем крышка. Потом коробка, скорее всего, ставилась в свою нишу, а затем на нее сверху устанавливалась 30-ти тонная крышка. Но каким образом все это полировалось, чтобы они прилегали друг к другу практически герметично. А здесь у нас еще одна бесхозная крышка, и мы собираемся вернуться в главный тоннель, чтобы посмотреть, где может находиться ее коробка-компаньон. Итак, это главный тоннель. И здесь вы можете увидеть отражение от света фонариков на этой небольшой коробке, которая также очень тонко обработана с несколькими грубыми иероглифами, нанесенными позже. А это сопутствующая коробка для той чудовищной крышки, которую мы видели только что. Вы можете видеть, что она не была окончательно обработана, поэтому отделку должны были сделать уже в самой нише. Итак, Саккара — это просто огромная территория, и поэтому здесь есть и другие подземные сооружения, которые мы уже посетили. Не такие впечатляющие, как Сиропеум, но все же, если вы собираетесь провести весь день в Саккаре, то стоит эффективно использовать свое время. И в случае, если вы решите залезть в этот маленький тоннель, который также кажется облицован гранитом, вам буквально придется вставать на четвереньки и ползти. На полу много пыли и измельченного известняка, так что вам обязательно придется постирать одежду после этого небольшого приключения. Но в этом и состоит суть посещения Древнего Египта, особенно с нами. Наша цель — увидеть как можно больше и сосредоточиться на самых загадочных древних сооружениях, которые не могли быть созданы династическими египтянами. Все это говорит нам о том, что стандартная история очень недальновидна, и что в Древнем Египте есть тысячи лет времени, которые не задокументированы должным образом, стандартными академическими кругами. А теперь обратим внимание на этот ящик, кажется, сделанный из известняка. И, возможно, он был сделан династическими людьми с их бронзовыми инструментами. Но что это за странные подпалины, которые мы видим на камне, точно такие же, как мы видели на поверхности маленькой пирамиды Униса? Итак, где же будет следующее наше приключение, спросите вы? Следите за обновлениями на канале. С предстоящими турами и мероприятиями вы можете ознакомиться на сайте hiddenincotours.com До встречи!